друзья мои я рада вновь приветствовать вас на своем канале сегодня хочу познакомить вас с узором который я использую в качестве ажурной вставки на спине своего нового кардигана простой очень красивый узор состоит он из лицевых петель которые перекрещиваются определенным образом изнаночных петель и вертикальных ажурных цепочек с накидами в изнаночных рядах этого узора все петли провязываются по рисунку то есть над изнаночными мы вяжем изнаночные петли над лицевыми лицевые накиды провязываем изнаночными петлями этот узор также можно использовать при круговом вязание в таком случае также в каждом четном ряду все петли будут провязываться по рисунку но накиды будут провязываться лицевыми петлями рапорт этого узора состоит из 14 петель и 24 рядов я провяжу рапорта в ширину для этого я набрала 30 петель то есть два раза по 14 петель и еще две дополнительные петли в качестве кромочных первый ряд накид далее провязываем 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону когда я провязываю 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону я вяжу их за заднюю стенку вообще все петли в чулочной вязки я провязываю классическим способом то есть лицевые я вяжу за переднюю стенку но вот еще раз обращаю ваше внимание когда вы будете смотреть как я вижу этот образец не путайтесь за заднюю стенку я провязываю 2 петли вместе лицевой с уклоном влево для того чтобы петли аккуратнее выглядели в вязаном полотне и так мы сделали накид 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку далее 2 изнаночные 3 лицевые опять накид и 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону 3 лицевые 2 изнаночные мы провязали 14 петель раппорта этого узора при необходимости продолжить узор а дальше просто начинаем вязать петли с 1 по 14 в каждом изнаночном ряду все петли вяжем по рисунку над лицевыми петлями вяжем лицевые петли над изнаночными изнаночные накиды провязываем изнаночными петлями третий ряд 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону их я провязываю вместе лицевой за переднюю стенку просто так вместе накид 2 изнаночные 3 лицевые 2 вместе лицевой за переднюю стенку с уклоном в правую сторону накид 3 лицевые 2 изнаночные мы провязали третий ряд раппорта 5 ряд узора накид и 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону я разворачиваю первую петлю задней стенкой вперед для того чтобы эти две петли провязать вместе лицевой за заднюю стенку вот таким образом лицевые петли провязанные вместе смотрят прямо вот перед на нас да и не перекручиваются 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону разворачиваю лиц первую лицевую петлю провязываю 2 петли вместе лицевой 3 лицевые 2 изнаночные мы провязали пятый ряд раппорта седьмой ряд 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону их я вяжу за переднюю стенку вместе накид 2 изнаночные 3 лицевые опять 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону накид 3 лицевые 2 изнаночные 9 ряд раппорта накид 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону 2 изнаночные теперь вот на этих 8 петлях из которых 3 лицевые далее идет 1 лицевая которую мы в предыдущем лицевом ряду провязывали вместе лицевой накид и еще 3 лицевые вот эти 8 петель мы будем перекрещивать в правую сторону определенным образом для этого первые 5 петель переносим на дополнительную спицу булавку или иглу кому как удобнее я привыкла работать с иголкой перенесла и оставляю их за работой провязываю 3 лицевые петли вот эти вот 3 лицевые петли последний из тех 8 на которых мы будем делать перекрещивание провязываю каждую петлю лицевой 1 2 3 далее на левую спицу с дополнительной спицы или иглы я переношу первые две петли 1 2 у меня на дополнительной спицы или игле остается 3 петли по-прежнему за работой я провязываю каждую из этих двух петель лицевой 1 2 и теперь на левую спицу с дополнительной спицы или иглы я возвращаю оставшиеся 3 петли и каждую провязываю лицевой мы сделали перекрещивание на 8 петлях в правую сторону довязываем 2 изнаночные петли от раппорта давайте еще раз я провяжу в кадре этот 9 ряд и так накид 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону 2 изнаночные на вот этих вот 8 петлях мы делаем перекрещивание в правую сторону для этого первые пять петель переносим на иглу или дополнительную спицу и оставляем их за работой провязываем оставшиеся три лицевые петли далее возвращаем первые две петли которые были сняты оставшиеся 3 оставляем пока за работой и провязываем каждую из этих петель лицевой теперь возвращаем с дополнительной спицы на левую спицу оставшиеся 3 лицевые и провязываем их лицевыми петлями 123 довязываем 2 изнаночные петли до конца раппорта в изнаночном ряду по-прежнему все петли мы провязываем по рисунку над лицевыми петлями лицевые вот эти восемь петель в которых мы в предыдущем ряду делали перекрещивание все их все восемь петель провязываем изнаночными 11 ряд раппорта узора 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку накид 2 изнаночные 3 лицевые 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку с уклоном в правую сторону накид 3 лицевые 2 изнаночные 13 ряд накид 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону для этого первую лицевую разворачиваю задней стеночкой вперед и провязываю обе эти петли лицевой за заднюю стенку 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону 3 лицевые 2 изнаночные 15 ряд 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону вяжу их вместе лицевой за переднюю стенку накид 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 2 петли вместе лицевой в правую сторону накид 3 лицевые 2 изнаночные 17 ряд накид 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 петли вместе с уклоном в левую сторону 3 лицевые 2 изнаночные 19 ряд 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону вяжу их за переднюю стенку накид 2 изнаночные 3 лицевые 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону накид 3 лицевые 2 изнаночные 21 ряд накид 2 петли вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с уклоном в левую сторону 3 лицевые 2 изнаночные 23 ряд раппорта узора 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону накид 2 изнаночные 3 лицевые 2 петли вместе лицевой с уклоном в правую сторону накид 3 лицевые предыдущем ряду ошиблась итак 3 лицевые 2 изнаночные ну и далее вяжем на нужную нам высоту повторяя узор с 1 по 24 ряды согласитесь красивый эффектный простой узор не требующие особой сосредоточенности на схеме схему я вам сейчас оставлю в конце видео можете остановить воспроизведение и ну переписать как-то перерисовать ну и также вы эту схему видели в процессе провязывания мною этого образца я надеюсь теперь вам понятно как вязать этот узор видео оказалось для вас полезным до новых встреч вяжите с удовольствием всем пока пока